Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование книги и деяния апостолов на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 23 главу. Павел, устремив взор на Сидрион, сказал, мужи, братья, я всею добрую совестью жил перед Богом до сего дня. Пересвященник же Анания, стоявший перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, Бог будет бить тебя, стеня подбеленная, ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Предстоящие же сказали, первосвященника Божия поносишь. Павел сказал, я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальство еще в народе твоем не злословь. Мы помним, что 22 глава закончилась тем, что тысяченачальник не желал какого-либо бунта или какого-либо беспорядка в своем городе. На то он и был поставлен тысяченачальником, чтобы соблюдать порядок. Но, приведя его к иудеям, в Синедрион, узнав, что он римский гражданин, как помним, испугался, не решился судить апостола Павла без суда и следствия. И вот 23 глава начинается с речи апостола Павла, стоящего перед Синедрионом. Мы видим, что апостол Павел обращается к ним со словами «братья». Павел, как сказано, устремив взор на Синедрион, сказал «мужи-братья». И далее Анания, первосвященник, велел бить его по устам. Почему была такая реакция? А потому, как, пишет святитель Иоанн Златоуст, первосвященник Анания не хотел слышать того, что сказал апостол Павел. Что же особенного он сказал? А он обратился к ним, как к равным «братья». И поэтому его покоробило. Какой ты брат, ты стоишь тут перед судом. Хотя, в общем-то, апостол Павел имел на это полное право. Они его все знали, кто он такой. И что он и был и член Синедриона, и Будда был бывший Саввел. Но, тем не менее, теперь на него выдвигали обвинения, и не хотели такого равенства с ним, как называл их апостол Павел, братья. Тогда, когда он велел его бить по устам, то здесь мы видим, апостол говорит ему, стена подбеленная. Что означают эти слова? Тот же свидетель Иоанн Златоуст и блаженный Ироним Стридонский пишут по этому поводу, что здесь апостол обвиняет его, первосвященника Анания, в то, что он лицемер. Что такое стена подбеленная? То есть что-то такое, что внутри, в общем-то, не является таковым, которым выглядит снаружи. То есть снаружи это побелка, но внутри, мы знаем, это может быть там глиняная стена. В общем-то, так оно и было. Глиняная стена. Если мы с вами помним о том, что, и кто-то знает об этом, что на Востоке гробницы их сооружают, и они, в общем-то, такие похожи на небольшие часовинки, что ли, или такие вот гробницы, некие такие сооружения небольших размеров, куда кладут умершее тело. И вот эти гробницы подбеливали. А зачем их подбеливали? Не то, чтобы они просто были красивыми. Фарисеи делали это со своим умыслом. Дело в том, что фарисей не имел права прикасаться к мертвому, и то, что соприкасалось или так иначе с мертвостью. Ему надо было проводить специально тогда очищение. И поэтому они подбеливали эти сооружения, гробницы, когда они ходили по кладбищу по каким-то своим там нуждам. Если вдруг на одежде они видели, что они нечаянно задели, то есть побелка оставалась, то они приходили домой и совершали определенный ритуал омовения, чтобы, да, прикоснулся к этой мертвой гробнице. Поэтому, по сути, он называет, говорит, стена подбеленная. То есть то, о чем Христос говорил, когда обличал фарисеев, выговорил, как гробы сверху красивые, то есть подбеленные, а внутри мертвые. Но когда вдруг апостол Павел услышал, что ему сказали, что Анания первосвященник, он даже как бы извинился. Он сказал, я не знал, что он первосвященник, потому что, в общем-то, в законе написано «Незлословь начальствующего в народе твоем». Хотя апостол Павел уже знает, кто теперь начальствующий в народе Нового Израиля. Это Господь Иисус Христос. Но, тем не менее, он здесь проявляет такое уважение. Некоторые недоумевают экзегеты и говорят о том, мог ли апостол Павел не знать, что это перед ним первосвященник. Вполне мог, потому что первосвященник иногда Синдрион выбирал на год, например, или на какое-то определенное время. И он ничем особым не отличался. Первосвященник отличался только тогда, когда он совершал служение, то есть богослужение. Он одевал специальные первосвященнические одежды, а здесь он мог быть в обычных одеждах. Поэтому апостол не знал, кто этот человек. Ну, видел лидера какой-то, а что он первосвященник, мало ли. Итак, мы видим, что узнав же Павел, что тут, читаем дальше, одна часть Саудукеев, а другая Фарисеев, 6 стих, возгласил в Синдрион мужи-братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяния воскресения мертвых меня судят. Почему апостол Павел делает этот такой вброс, зная, что там и Саудукеи, и фарисеи? Дело в том, что Саудукеи, они не верили в воскресение мертвых, они не верили, что есть ангелы, они вообще не верили в мир невидимый, в мир духовный. Это, по сути, такая была секта, очень близкая, в своих взглядах, к такому атеистическому мировоззрению. А фарисеи верили и в то, и в другое. Они верили в воскресение мертвых, в ангелы, загробную жизнь. Поэтому апостол Павел, зная это, он решает между ними внести такое нестроение. А с другой стороны, он, в общем-то, говорит о том, что он исповедует воскресение из мертвых. Как об этом и написано. Ибо в Саудукеи говорят, вот восьмой стих он так и объясняет, евангелист Лука, в Саудукеи говорят, что нет воскресения, ни ангелов, ни духов, а фарисеи признают это и другое. И сделался большой крик, и встав книжники фарисейской стороны, спорили, говоря, ничего худого мы не находим в этом человеке, если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу. То есть они признают проповедь апостола Павла и признают веру в ангелов, в духов. И далее 10 стих рассказывает о том, что там началось. Начался, по сути, спор. Но как раздор увеличился, то тысяча начальника, опасаясь, чтобы не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость. То есть между иудеями, между фарисеями и саудукеями начинается спор. Одни говорят, нет воскресения из мертвых, другие говорят, есть. И все это дошло до такого, что аж драка такая началась, что даже чуть апостола Павла уже и не растерзали. Поэтому тысяча начальника, которого его привел, он стоит в стороне, и он теперь опасается, как бы и здесь не дошло до какого-нибудь преступления. Потому что все это было достаточно решительно. И намерения были достаточно решительны по отношению к апостолу Павлу. То есть одни его защищали, другие на него нападали. Интересно, здесь есть истолкование, по-моему, Климета, так вот помню, по памяти святителя Климета Александрийского, такое аллегорическое истолкование, он говорит о том, подобно тому, как некогда море, черное море раздвинулось, и народ израильский прошел и был спасен, подобно и сейчас, говорит, вот эти две стороны, у них было разногласие, и апостол Павел был отдан тысячу начальнику и оказался на какое-то время спасен для проповеди Евангелия и другим народам. И об этом явно свидетельствует 11 стих, потому что здесь говорится о явлении апостолу Павлу, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Так и сказано в 11 стихе, в следующую ночь Господь явился ему и сказал, дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. Действительно, мы видим, что промысел Божий здесь сохраняет апостола Павла для свидетельства не только в Иерусалиме о воскресении Господа и Спасителя Иисуса Христа, а и в Риме. Так оно и произойдет. И к этому будет стремиться апостол Павел, чтобы исполнить то, что Господь ему здесь поручает. С наступлением дня некоторые иудеи, 12 стих, сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40, сделавши такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали, мы клятву и заклялись, не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к нам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем, мы же прежде, нежели он приблизится, готовы убить его. Услышав о сем умысле, сын сестры Павловой пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал, отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему. Такие события. Мы видим, что фарисеи, вернее, саудукеи дошли до такой, уже иудеи, саудукеи дошли до такого неистовства, что даже наложили на себя пост и сказали, не будем ни есть, ни пить, пока не убьем. То есть, вот к чему приводит ненависть, вот к чему приводит расприя, вот к чему приводит ложное, по сути, исповедание веры, к ненависти. Можно, в принципе, здесь привести такой пример. Пример в центре Европы, например, в центре Европы крестьянская война. Если вы помните, мы как-то говорили, целое анабаптистское движение, когда начались разногласия, началась такая межрелигиозная, как сегодня сказали, рознь, начались разногласия, где поднял реформацию Мартин Лютер, но там потом было анабаптистское движение. Томас Мюнцер говорил одно, что священно писание надо понимать, когда тебе придет первое эмоциональное какое-то откровение. А Иоанн Леденский вообще говорил, что надо очищать людей, рубить головы, те, кто не принимает и не перекрещивается, и не принимает того, о чем он говорил. Шторг проповедовал свое. То есть, сразу появились разногласия. Эти разногласия перевели к чему? Привели к войне, 30-летней войне, где по самым скромным подсчетам погибло около 8 миллионов человек за 30 лет. Это можно проверить. Есть справочники, Брагал, Снехрон, даже можно, как сегодня у нас говорят в простонародье, погуглить и выйти, и все это найти. Поэтому и здесь начинается это разногласие, начинается такая злоба. Нет единства исквоскаженной вере, единства его быть не может. Все это приводит к зависти. Мы помним в самом начале истории человеческой истории Каина Авель. Пожалуйста. Один исповедует Бога так, как ему заведуется, как ему повелевается Богом, приносит жертву сокрушенной, сердце сокрушенной, смиренно, Бог не уничтожит, а Каин приносит по-своему. Он исповедует свои религиозные взгляды. Он говорит, какое мне дело до этого предания, как хочу, так и приношу. Мне все равно, как верить, как хочу, так и верю. Видим, казалось бы, часто мы даже об этом и не задумываемся, что ложное исповедание веры может привести к ненависти, а к ненависти даже и к братоубийству, как и в этой истории мы видим, что их ложное религиозное сознание приводит к ненависти, к неистовству. И они, в общем-то, образ, благородный образ поста, благородный образ поста, как добродетель, позже это добродетель, они его извращают. Вот как пишет об этом свидетель Анзлатоуст. Цитата. Достойное удивление, как Павел не смустился, не сказал, что же это значит, справедливо ли сказано мне Христом. Нет, он не думал, не чувствовал ничего, пишет. Да, того, но веровал. И далее свидетель Анзлауст говорит так. Цитата. Таково коварства дьявола. Под видом набожности он расставляет сети. И вот есть еще более интересное толкование у беда достопочтенного. Он пишет так. Цитата. Блаженны алчущие и жаждущие правды, а эти наоборот алчут неправедности и жаждут крови, отказываясь от телесной пищи, пока не насытятся кровью праведника. Конец цитаты. То есть мы видим, что дьявол он всегда берет повод от заповеди и извращает ее. Что же далее? Далее видим, что племянника апостола Павла, как сказано, что это был сын сестры апостола Павла, ничего больше в дальнейшем о нем неизвестно. К сожалению, кто он был, что, нигде, не в предании мы не встречаем. Но тем не менее, он тогда оказался таким проводником, чтобы проповедь апостола Павла прозвучала и в дальнейшем в Риме перед римским судилищем на суде Кесаря. Мы видим, что здесь он призывается к апостолу Павлу, об этом узнают, что его хотят убить, так коварно, призвав якобы для дознания. И он отправляется как живое письмо к тысяченачальнику. Почему? Потому что мы видим, что тысяченачальник заинтересован в том, чтобы не было ничего несправедливого, потому что за любую какую-то несправедливость, тем более связанную с римским гражданином, отвечать будет именно он. Он боится ответственности перед судом Кесаря. Тот, взяв, привел ему, как сказано, к тысяченачальнику и сказал узник Павел, призвав меня, просил отвезти к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе. Тысяченачальник, взяв его за руку, я тогда с ним в сторону спрашивал, что такое имеешь ты сказать мне. Это тоже важное очень действие. Мы видим, что тысяченачальник не просто говорит, ну говори, что там, а берет его за руку, отводит в сторону. То есть это показывает некая доброжелательность и расположенность тысяченачальника к этому человеку и вообще то, что будет происходить с апостолом Павлом, то есть расположенность, как бы некая такая симпатия, скажем. Итак, он отвечал, что Иудеи, 20 стих, согласились спросить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла перед Синдрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем, но ты не слушай их, ибо его подстерегает более сорока человек. Из них, которые заклялись не есть и не пить, доколь не убьют его, и они теперь готовы, ожидая такого распоряжения. Тогда тысячачальник отпустил юношу, сказав, никому не говори, что ты объявил мне это. И призвав двухсотников, сказал, приготовьте у него воинах, пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы посадить Павла, припроводить его к правителю Феликсу. Далее говорится о том, что он написал письмо, и мы с ним содержанием этого письма тоже ознакомимся, но здесь мы видим, что тысячачальник решает отвезти его к Феликсу, и причем под охраной, потому что боится, чтобы не было нападения, причем делает это в третьем часу ночи, но по настоящему времени это в девять часов вечера, когда уже стемнело. Зачем он это делает? Потому что чтобы не было не привлекать особого внимания, когда уже все разошлись по домам, и видим, что охрана достаточно серьезная, 400 пеших, то есть там лучники, просто солдаты, и 7 человек всадников. И также опять мы видим, что для апостола Павла он просит ослов, чтобы посадить его, и чтобы он ехал на осле. Тоже опять же он проявляет заботу всяческую, нельзя сказать, что он стал христианином и уверовал, он больше всего просто боится, чтобы ему за это ничего не было. Это такой вот страх, чисто человеческий, потому что один раз он уже как бы сказали, в общем, что-то уже нарушил. Да, он велел и бить, и схватили апостола Павла, как римского гражданина, и он боится, чтобы это как-то не просочилось, и всячески теперь старается задобрить апостола Павла, чтобы он не пожаловался об этом, а были и свидетели же всему этому призвать, и он мог бы за это так серьезно поплатиться даже своей должностью. Поэтому он больше пекся о своем положении, о своей чиновнической должности, нежели о апостоле Павле. то, что кажется здесь, что якобы такое есть какое-то доброжелание его как человеку уверовавшего или любящего Павла. Нет, совсем не то. Итак, далее он пишет письмо, написав письмо, следующее содержание Клавдии Лисии достопочтенному правителю Феликсу, то есть тысячначальник, он пишет от себя, представляется сначала Клавдия Лисии, достопочтенному правителю Феликсу радоваться. Всего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его и узнав, что он римский гражданин, видите, он уже тоже, о чем я и говорил, то есть он наперед, как так поступают всегда очень хитрые люди, они как бы наперед сообщают о себе, что что-то произошло, но искажают на самом деле факты, так и он. Наперед сообщает, но искаженно, он говорит, как бы я спас его, вот они хотели его, хотя по его приказу все это было и хотели побить апостола Павла, но он предваряет это, опережает, то есть, да, говорят так, действует на опережение. И потом, говорит, желая узнать, о чем обвиняли его, привел его в Синедрион и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителем говорить на него пред тобою, будь здоров. То есть, мы видим, что письмо такого содержания, он действует на опережение, как он уже сказал, в дальнейшем он говорит о том, что ничего такого я не нашел, то есть, он говорит, я не судья, чтобы судить, я вот был бунт, я взял, как бы спас его, римский гражданин, теперь отправляю тебе, будь здоров, суди его, сам как знаешь. То есть, такое, да, из области толерантности то письмо. Итак, воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в антипатрию, а на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость, а те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему Павлу. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области и узнав, что из Киликии, сказал, я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители, и повелел ему быть под стражей в Иродовой при Турии. Что такое был город Антипатрида? Антипатрида, он был построен Иродом, построен Иродом Первым в честь отца его, Антипатра, на пути из Иерусалима в Кесарию, примерно в верстах 60 от Иерусалима и в 35 от Кесарии. Мы видим, что Антипатр его принимает, выслушав его, повелел ему быть под стражей Ироды, выроды при Турии, то это построенный Иродом Первый дворец, в котором жили прокураторы. Таким образом, здесь Павел не был в полном смысле это слово заключен в темницу вместе с обыкновенными узниками, а содержался под стражей в том же доме, где жил и прокуратор. Вероятно, доброе слово об узнике в письме Лисия способствовало такому сравнительно мягкому к нему отношению и поэтому евангелист Лука в дальнейшем прямо замечает, что после допроса Павла в присутствии его обвинителей прокуратор делал нарочитое расположение не стеснять узника. Пока дело не разобрано, все знают, что это римский гражданин, непонятно, нет никаких конкретных обвинений и всякие из чиновников и даже Ферикс, они боятся как бы чего не вышло и поэтому до поры до времени ведут себя осторожно с римским гражданином. В большей мере, как я уже и сказал, что касается и Лисия тысяченачальника и Феликса, да, и Феликса, которым был приведен апостол Павел, они больше пекутся о своей безопасности и о своей карьере, нежели о узнике. Поэтому проявляет вот такую мягкость. Вся эта глава, она, в общем-то, наполнена таким вот содержанием того лицемерия по отношению к апостолу Павлу, начиная с Анании, первосвященника, который апостол Павел сказал, что это стена подбеленная, и завершая и тысяченачальником, и тем же Феликсом, к которому был приведен апостол Павел. То есть здесь показано то, что если человек без Бога, если человек не верит в Бога, то лицемерие это, в общем-то, как верующих людей, так и неверующих людей, это дух лицемерия, он присущ каждому человеку, каждому человеку, который не исповедует Христа распятого и воскресшего, и не стремится преодолеть этот грех, который, впрочем, есть не только у язычников, и не только у инакомыслящих или инаковерующих, он и есть и у людей церковных, но в чем отличие? Мы знаем, что это грех, и стараемся его преодолеть, а эти люди, они считают грех, в общем-то, в том числе и лицемерие, нормой жизни. В этом отличие христианского мировоззрения от языческого и всякого инакомыслящего понимания Бога и отношения человека к человеку. Да не будет этого со всеми нами. Будем держаться нашего исповедания и будем держаться состоянием покаяния, перемены ума, чтобы нам преодолевать вот такие соблазны, которые постигают людей, неверующих или отступивших от Церкви Христовой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok